МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Галина Титарчук. В эфире программа «Открытый город». Общественная инициатива – важный и действенный фактор развития любого муниципалитета. Жители должны чувствовать сопричастность к происходящим в столице событиям. Встретить чубоксарцев с представителями органов власти – это и есть та обратная связь, когда каждый житель города имеет возможность высказать свое мнение и быть услышанным. Многие идеи и предложения горожан были воплощены в жизнь в уходящем году о том, что было сделано в нашей итоговой программе. Последняя в этом году встреча состоялась в ДК тракторостроителей в Чубоксарах. Глава администрации города Чубоксары Алексей Ладыков общался с горожанами почти три часа. Зал едва обместил всех желающих. Алексей Ладыков считает, что местная власть никогда не руководствовалась абстрактными планами, а учитывала заботы и интересы простых чубоксарцев. Любая встреча – это не только совместное обсуждение проблем, но, что самое важное, поиск оптимальных путей их решения. В этом заинтересованы все. Транспортная реформа – одна из тем волнующих горожан. В течение года этот вопрос поднимался не раз. Его задавал каждый третий житель. Они живут в Лапсарах, в Чубоксарах ездят каждый день на работу. Ездят на 10-м автобусе. Вы хотите его отменить. Но как мы тогда будем добираться до работы, до города? У нас в Лапсарах проживает более 6,5 тысяч человек, а может и больше. И более половины, скорее всего, в Чубоксарах ездят по делам, на работу. Мы привлекали Питерский институт, о чем тоже неоднократно говорили. Услышали их предложение. И для себя приняли решение изменить организацию пассажирских перевозок с 1 июля 2018 года. Ни один микрорайон не останется без транспортного обеспечения. В частности, по Лапсарам вы назвали 46-й маршрут. Он будет под номером 46. Но это могло быть так же, как под номером 15, под номером 1. Здесь не надо привязываться именно к номеру. Будет маршрут, который будет обеспечивать именно вывоз жителей Лапсар в другие, прежде всего, в центральную часть города и в другие части города Чубоксар. Напомним, что в Чубоксарах разработан документ планирования регулярных пассажирских перевозок. В полную силу он начнет работать с июля 2018 года. Следующим летом сократят число маршруток практически на одну треть. На замену должны прийти комфортабельные автобусы и троллейбусы. Кстати, в этом году в Чубоксарах прошел обкатку современный троллейбус на автономном ходу. Троллейбус рассчитан на поездки как с контактной сетью, так и без нее. Для этого на проводах устанавливают специальные ловушки, на которые цепляют штанги. Процесс полностью автоматизирован. В кабине водителя устанавливается экран, где можно следить за фиксацией штанг. Стоимость такой машины 16 миллионов рублей. Вопрос о закупке электробусов пока открыт. Но обновление парка – это неизбежный шаг. Экологический вид транспорта должен быть сохранен, считают и власти, и горожане. В этом году проект «Комфортная городская среда» дала столице возможность во многом обновить свой облик. Город – это не только парки и скверы, это еще и тихие улочки и дворы. В 2017 году именно дворовые территории подверглись серьезной реконструкции. В рамках проекта 25 чебоксарских дворов стали комфортными зонами отдыха. И не последнюю роль в этом сыграли сами чебоксарцы. За каждым метром ухоженной дворовой территории стоят не только строители и дорожные службы, но и заботливые руки самих горожан. Благоустройство территории будет продолжено и в будущем году. По-новому взглянули на ремонт дорог в этом году столичные власти. Перед подрядными организациями, взявшимися за 27 дорог, поставили жесткие условия. Ремонт должен был выполняться в срок и надлежащим образом. В случае выхода из строя от ремонтированного полотна, подрядчики обязаны провести повторный ремонт за свой счет. Контроль за выполнением работы осуществлялся регулярно не только специалистами администрации, но и депутатами и представителями общественности. Наверное, трудно подсчитать в цифрах результативность проекта «Открытый город». Но то, что диалог помогает развиваться столице, с этим трудно не согласиться. В любое время года Чебоксары рады гостям. Летом местом притяжения становятся Волга, парки и скверы, зимой катки и спортивные площадки. Чебоксары – это город теплых чувств, ярких впечатлений, хорошего настроения. В 2017 году завершен первый этап благоустройства общественного пространства на общую сумму более 10 миллионов рублей. Проведены работы по ремонту пешеходно-тропиночной сети, обустройству велодорожки, площадки для скейт-парка, ремонту проезжей части. На 2018 год запланирован второй этап благоустройства с модернизацией фонтанов на общую сумму 31 миллион рублей. При поддержке федеральных структур и правительства региона в Чебоксарах реконструирована Московская набережная и сквер имени Константина Иванова, территория у дома МОД. Появились новые общественные пространства, такие как у торгового комплекса «Овос» и в этнокомплексе «Амазония». Кстати, зимой эти зоны отдыха заиграли новыми красками. Во время новогодних праздников жители и гостей столицы ждет множество развлечений. Ежегодно с 10 утра до 8 вечера на Московской набережной работает прокат лыж. Лыжня хорошая, элементарь тоже. Случение красивое, разные фонари светят. Красиво, Волга тут. Предлагают в прокате и нечто экзотическое. Это велосипед, снежный велосипед для катания зимой. Зимний вариант, вот так скажем, велосипед зимнего варианта. Как вы думаете, те, кто на лыжах не особо стоит, как вы думаете, они справятся с такой штукой? Конечно, тут только умение кататься на велосипеде, и все, и хорошие сильные руки, чтобы управлять. Так что на набережной на велосипеде можно кататься и зимой. В прокате есть как лыжные велосипеды с гусеничным приводом, так и с широкими зимними шинами. Сноуборд с кайтом – новое развлечение горожан. По сути, это тот же сноуборд, но в комплекте с воздушным змеем. Всем любителям экстремального отдыха придется по душе катание на снежном банане. Можно даже поехать на снегоходах через Волгу на левый берег. Кстати, активных горожан уже сейчас можно встретить на набережной. Это общение, это общие интересы, какие-то такие вот семейные тренировки даже мы проводим. И, конечно же, эта ходьба, она сплачивает единомышленников, очень позитивных, активных людей. Самое милое и, пожалуй, главное развлечение на московской набережной – катание в упряжке с хаски. Чемпионы России различных гонок и выставок покатают всех желающих вдоль берега Волги. В сквере имени Константина Иванова установили белоснежную ель. На деревьях засияли огромные снежинки. Технология, по которой здесь выполнено световое оформление, использована впервые. А в Амазоне заработал самый большой каток Чувашия. Его площадь – 3500 квадратных метров. На нем одновременно могут кататься и те, кто только учится стоять на коньках, и те, кто предпочитает прокатиться с ветерком. Каток разделен на специальные зоны для новичков и профессионалов. Планируется, что во время новогодних праздников на льду будут проводить массовые конкурсы и дискотеки с диджей-каток. Откроется в парке Амазония и резиденция главного новогоднего волшебника. Резиденция Деда Мороза. Соответственно, где Дед Мороз будет встречать гостей, их угощать различными вкусными блюдами, теплыми напитками, согревать. Любители зимних активностей ждут каток, природная горка для катания на тюбинге и лыжная трасса. Прокатиться с горки вместе с настоящей принцессой или поиграть в снежки с веселым снеговиком или в салки с северным оленем можно в Лакреевском парке. Здесь на время новогодних праздников поселились сказочные персонажи из известной сказки. Всем привет! Меня зовут Анна, и я приглашаю вас к нам в парк «Лакреевский лес». Анна, Эльза и забавный снеговик Олаф и многие другие. Сказочные персонажи из известного мультика появились не случайно. Стала доброй традицией, что Лакреевский парк на время новогодних каникул превращается в резиденцию сказок. Если в прошлом году здесь жили герои Щелкунчика, то в этом свои двери распахнет Холодное Королевство. Герои отправятся на поиски разных новогодних традиций, которые они принесут в Холодное Королевство. То есть у нас будет в течение всего новогоднего сезона разные традиции разных стран, которые будут воплощаться на катке, на аллеях. И, конечно же, не обойдется наш проект без Дедушки Мороза, который принесет волшебную книгу, где будут записаны все эти новогодние традиции. Сам парк тоже преобразился. Цветящиеся гирлянды, еловые арки, необычные светильники. Новогодняя атмосфера на каждом шагу. Здесь залили каток, выстроили горку. И первыми по ней прокатились, конечно, самые маленькие посетители парка. Мне нравится в Лакреевском парке гулять. Здесь очень красивые декорации. Также мне нравится кататься на лыжах, на коньках и на санках. Это хорошо, что в Лакреевском парке поселились персонажи из Холодного Сердца, потому что этот мультик мне очень нравится. Он очень волшебный. Приходите все в Лакреевский лес! Я очень сегодня рада, что я сегодня здесь побывала с моим товарищем, другом по спорту. Преобразился парк, увидел канатную дорогу, увидел эту дорожку, конькобежная здесь, лыжная эта трасса. Мне очень понравилось. Очень сама заинтересована, чтобы дети у нас всегда дружили со спортом. Радует все прекрасное. Свежий воздух вот такой, всякие фигуры много, всяких этих... Ну и картины много. Приглашаем в Холодное Королевство! Центральной же площадкой в новогоднюю ночь станет Красная площадь. Здесь установлена девятиметровая ель и огромная горка. Совсем скоро развернется резиденция Деда Мороза. На площади уже работают торговые домики. Издалека виден световой мост, который стал излюбленным местом для фото у жителей и гостей столицы Чуваши. Кроме того, на территории разместили главный городской каток. Тут же открыли прокат коньков. С Новым Годом! Как в сказке придет Новый Год, Миллионы огней на елках зажжет. Я вижу всех старых друзей, сегодня мы вместе, мы вместе. Мы желаем любви в Новый Год, знаем, счастье придет и нам повезет. Мы ляем за шумным столом, сегодня мы вместе, мы вместе. На небе свет звезд вдруг превратится в гирлянды ночных огней. Светы вверхи в небо взлетают, к нам приближается сказочный праздник. Новый Год, он в ритме самых лучших дней, мир будет там, там, где нет ненастья. Мне хорошо, и мы снова с тобой. Ты поцелуй меня на этой встрече друзей. Как в сказке придет Новый Год, Миллионы огней на елках зажжет. Я вижу всех старых друзей, сегодня мы вместе, мы вместе. Мы желаем любви в Новый Год, знаем, счастье придет и нам повезет. Мы рядом за шумным столом, сегодня мы вместе, мы вместе, мы вместе. Мир, он необычен. Мир, он необычен. Мир, он необычен. Новый год Новый год Новый год С Новым годом Всех близких и родных С Новым годом Наступление Нового года – важный рубеж, открывающий новую страницу жизни. Это касается каждого человека, каждой семьи, предприятия и муниципалитета. В Новом году нас ждут новые открытия, новые встречи, победы и достижения. До встречи в Новом 2018 году! Новый год Новый год Субтитры подогнал «Симон»